В Москве на территории Академии водного транспорта нашли беспилотник. Дрон с камерой обнаружил охранник во время утреннего обхода территории вуза на Новодолинской набережной. Как сообщают российские телеграм-каналы, на место происшествия вызвали сотрудников полиции и взрывотехников. О том, как беспилотник попал на территорию университета, пока неизвестно. Напомним, в российской столице и области запретили запускать дроны, за исключением беспилотников, которые используются по решению органа власти. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Все чаще российскую столицу атакуют неизвестные летательные аппараты. Такой беспилотник был замечен жителями Москвы над улицей Большая Полянка, которая расположена недалеко от правительственных зданий РФ в начале апреля. Похожий беспилотник кружил и возле многоэтажных жилых домов в районе Международного делового центра Москва-Сити в конце апреля. На кадрах видно, как летательный аппарат некоторое время парил над гражданской застройкой, после чего улетел в неизвестном направлении. Что это был за дрон, российские пропагандисты не сообщили. А вот в ночь на 3 мая в Москве прогремели два взрыва. Тогда беспилотники взорвались над куполом Сенатского дворца в Кремле. Власти РФ заявили о покушении и теракте, за которым якобы стоит Украина. В офисе президента Украины и лично глава украинского государства опровергли эту информацию. Владимир Зеленский тогда заявил, что Украина не воюет на чужих территориях, а защищает только собственные города и села. Даже для этого не хватает оружия. Ни Путина, ни Москву Украина не атаковала. О том, что Украина не причастна к атаке на резиденцию Путина, сообщили и эксперты CNN. На днях неизвестный дрон снова был замечен в районе Кремля. Местные жители запечатлели объект в небе на камеры своих телефонов. Также беспилотник зафиксировали над МКАДом и Кутузовским проспектом, сообщают российские телеграм-каналы.